Ребят, я взял золото в испытании штурмлагеря в игре ДС Гон или Жизнь После. Золото, чёрт побери. Здарова, ребят, с вами Санёк, и сегодня мы с вами посмотрим, как у меня это получилось. Я сам просто в шоке, честно скажу. Я понимаю, что я не столсовик, я играю так себе. Для меня даже такой рекорд, и за такое время это уже здорово. Я не знаю, как у меня это получилось. Раза с энного и так далее. Но я надеюсь, мой видос вам поможет, и вы тоже сможете взять золото, не торопясь. Кто-то может сказать, что это золото можно взять за 3-4 минуты. Соглашусь. Пожму руку тому человеку, но могу сказать, что для меня, по крайней мере, это уже за счастье. Так, ну смотрите, разберёмся. Смотрите, слева, когда появляетесь, бегите, там был лагерь, вы видели, да? Там можно набрать очень много всяких нужных предметиков. Гранаты, фугасики, всякие материальчики для создания коктейля молотова и так далее. Смотрите, как я здесь действовал. Сразу бегу в центр, прячусь в кустах. И тут ходит бронированный чувак. Его можно забрать граната и коктейль молотова. И вы его сразу убиваете. Смотрите, самый прикол, чтобы взять золото в этом режиме. Вам что нужно сделать? Вам нужно вообще здесь не стрелять. Ну я, по крайней мере, так делал. Я не стрелял вообще. Ну, в смысле, убивал врагов только взрывчаткой и только с помощью пепельных болтов. Всё. На этом всё, наверное. Вот, смотрите, я тут как крыса сижу. Вот. Здесь сейчас начнётся суета. Суета. Ну вот, кстати, думаю, что делать-то. Этих всех, которые будут рядом подходить, сжигайте. У вас есть материалы, которые вы набрали в лагере слева, где появились. Делайте коктейли молотова. Делайте фугасики. Фугасами. Фугасами по голове. Если что, и у вас всё нормально получится. Ну а тут продолжаем рыскать. Ещё спасибо, отдельно спасибо ребятам, которые мне до этого говорили на стримах, что очень большое количество здесь дают за то, что обшариваете трупы. И вы увидите, как это обшаривание трупов мне офигенно поможет взять очки и вообще не парясь. Как эти очки будут капать к нам в копилочку. Ну а пока нам нужно убивать. Убивать всех противников вот какими-то взрывными бомбами, там, гранатами, фугасами, коктейлем молотова. Не стреляйте, не стреляйте только бомбами, только коктейлями жгите. Только так вы будете набирать необходимые задачи, которые у вас есть, 4 штуки. То есть вам нужно убить бесшумно всех, во-первых, не подняв тревогу. Всех противников, в принципе, в лагере. И вам нужно убить их с помощью, там, взрывов, опять же, поджогов. Ну я это уже вам всё перечислял. И нужно убить с помощью пепельных болтов. Пепельные болты у нас вначале нам даётся 3 штуки. 3 штуки. Пепельный болт как работает? Вы стреляете в противника, он становится якобы за вас. У него над башкой появляется такой вот синий значок. И он начинает атаковать противников. Вот видите, на, полетел. Ну тут, короче, завязалась драка, но это не важно. Вот, скажу вам, двух пепельных болтов вам не хватит. Но там будет место, где можно будет найти ещё 3 и создать их. Ну, создать как бы материалы получить. Вот, и поэтому не паритесь пока. Для нас самое главное, вот смотрите, за деревом сидит чувак. За деревом, видите, чувак там в шлеме, такой в жёлто-тёмном бронированном костюмце. Вот его на вам нужно, короче, потом пепельным болтом, вот осталось у меня 2 болта, именно этим болтом зацепить. Потому что это очень крутой чувак. Он наносит очень много урона, может убить много противников. Цепануть его можно только бить и по ногам. Там у него везде бронежилет и шлем. В эти места вы его не сможете пепельным болтом зацепить. Вот, его надо бить только по рукам и ногам. Вот я по ногам ему выстрелил, он встал за нас. Начинается перестрелка. У него очень крутой пулемёт. Один раз он на меня перестрелял 10 человек, я был просто в шоке. Но в этот раз не зашло, потому что к нему вплотную подбежал вот этот противник с дубиной или что-то там. Вот такого лучше не допускать. Нужно, чтобы эти противники были, конечно, уничтожены, иначе не получится. Они тут на него рассагрились, пытаются убить. Он довольно тоже крепкий. Не сдаётся так просто, но всё, они его вроде убили. Но даже если он умирает, нам это засчитывается как труп от пепельного болта. Пока только 2. Вот, смотрите. Ну, а нам теперь нужно действовать как-то иначе. У меня есть противопехотная мина. Сейчас я её поставлю. Запомните, где я её поставил. Она нам ещё потом в будущем пригодится. Пока здесь они бегают. Вроде как немножко тут всё затихло. Я выжидаю, выжидаю. Надо потихонечку выжидать. Ну и вылезаю и начинаю сейчас собирать эти предметы. Будем делать иксовочку, то есть увеличивать количество очков, постепенно, которые мы будем получать за собранные предметы. У нас, видите, растёт под очками 9х, то есть очки увеличиваются в 9 раз, получаемые в 10 раз и так далее. Всё будет это расти, расти, расти. У нас сейчас очень много трупов валяется. Мне нужно их все обобрать. Собрать по максималочке предметов, чтобы очки у нас росли вверх. Росли, росли и не останавливались. Ну и ползаем аккуратно, не торопясь. Всё собираем. Все трупы, не бросайте ни один труп. Собирайте все предметы. Запоминайте, где лежат предметы. И вот по той траектории, по которой я их сейчас пошёл собирать, так же идите. У вас нормально наберётся очков. Главное, сначала вам зачистить эту местность. Убить вот этих вот противников, более-менее так, которых здесь находятся. Чтоб вам можно было потом вот так хорошо пошариться. Здесь очень много предметов и очень круто можно апнуть очки. Для дальнейшего их набирания, так сказать. Берём больше. 26 уже иксовочка пошла. 28. Вау, великолепно. Но единственный момент, смотрите, когда вы здесь ползаете, здесь есть ещё растяжки, которые шумят. Их нужно обязательно срезать, чтобы не шуметь. Иначе будут проблемы. Запомнили, где была растяжка. Я думаю, ну, кто смотрит первый раз, не вопрос. Мастера, которые по испытаниям. Низкий поклон, ребята, вы красавцы. Но я, короче, могу играть только так. Вот, для меня, как бы, за счастье уже вот так вот отлично отыграть. И я прямо угора с плеч. Здесь спотов сошло, но нормально, нормально. Так, чувак побежал. Так, а вот тут уже будет интересная штука. У нас 38х, 38 увеличение очков получается. 38 раз. Отличная тема. Ну, смотрите. Так, кидаем. Как-то, думаю, монок что-то кинуть. Их там трое, мне как-то их надо убить. Так, а вот тут еще одна ходит. Но у меня есть еще один пепельный болт. Его нужно использовать с умом. Пепельный болт кидайте в тех, у кого есть автоматы. Потому что здесь автоматы очень сильно роляют. Пистолеты, дробовики и оружие ближнего боя здесь не очень. Вот именно автоматы здесь могут принести очень большой урон. И они могут убить очень много противников. Мы насобирали много всяких разных предметов для создания гранат и прочей, прочей, прочей. Ну, не гранат, там фугасов и коктейли Молотова. И поэтому пока потихоньку их сделали. Ну, а тут смотрим, как будет развиваться событие. Так, вроде бы мы... Ой, бросил коктейль Молотова. Думай, дурак, там же вода. Какого черта я туда бросил его? Ладно. Девка у нас жесткая. Смотрите, не зря мы этот пепельный болт использовали. Главное, чтобы здесь не было вот этих вот противников ближнего боя. С молотами, с какими-то стирками и так далее. Потому что иначе они убьют быстро эту девку, которая вот я, например, или мужика. Не важно, кто там будет. Смотрите, она прокосила двоих насквозь. Офигенно. Уже нам дали серебро за мини-задачу по уничтожению с помощью пепельных болтов. Немножко я не дотяну в ней. Ну, расслаблюсь, так сказать, ребят. Но не важно. Смотрим пока дальше. Так, вроде она там здесь всех перебила. Побежала дальше. Отлично. У меня уже, смотрите, 17500 очков. Это уже близко, да, к победе. Нам надо-то всего 25 тысяч. А вот здесь, смотрите, если наверх залезете, здесь на досках будет труп. Забирайте все, что там есть. И теперь вы можете... Так, вот смотрите. Раз, и у вас можно сделать пепельный болт. То есть собрав все себе предметы, и этот труп обобрав, и все, что здесь лежало, можно создать еще три пепельных болта. Поэтому вам, в принципе, здесь позволяется сделать за всю игру 6 выстрелов. Это очень круто. Ну, я, конечно же, опять все использую не так, как надо. Ну, нет, я использую так, как надо, но не дотяну немножко. Но это не важно. Посмотрите, за что мне золото дадут. Вот, поехали дальше. Ну, нам просто пока остается, опять же, продолжать собирать очки. Смотрите, 63х у меня уже. 63. У меня серия не сбросилась. Офигенно просто. Очки растут вверх. Заоблачные просто высоты. Вот, здесь у нас смотрим, что происходит. Главное, здесь не торопиться. Не просрать то, что вы набрали эти очки. Не сбросить сессию. Ну, и, конечно же, не спалиться. Так, поэтому действуем аккуратно. Потому что, ну, близок. Я уже был близок, понимаете. Что тут осталось-то? Вообще ерунда. А у меня только еще одно серебро из задач и две бронзы. То есть, соответственно, мне еще два серебра взять, и вообще великолепно. И дальше продолжать еще парочку золота. Ну, о чем? Можно не париться. Идем дальше. Смотрим на так аккуратно. Куда-то все противники делись, не пойму. Ну, остались все в той стороне, где вышка, где снайпер. Соответственно, вот, уже приближаюсь к их позициям. Надо быть более аккуратным. Так, 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 так. Не спалиться, не спалиться. Но еще нужно, конечно, собирать предметы, которые тут есть. Блин, хотел стрельнуть, короче, пепельным болтом и опять лоханулся. Ну, я не знаю. У меня вечно... Я пытаюсь выбрать, короче, пепельный болт. У меня выбираются обычные. Меня это так бесит. Здесь, конечно, вот выбор оружия иногда раздражает. Так, чувак, я тебе... О, нет, хотел же чего-то, скотина убежала. Стоял, стоял там полчаса. Так, думаю, надо убивать. Надо убивать его и сжигать. Потому что, ну... Задачу надо выполнять. По сжиганию и по взрыву противников. Так, ну-ка я попробую закинуть ему. Нет, давайте подождем. Может быть, он поближе подойдет. Так, 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 так. Так, кидаем ему коктейльчик. Ой, хорошо пошло, хорошо. Сразу умер. Но это еще учитывается то, что я в него попал до этого болтом. Соответственно, хп у него было уже мало. Идем дальше. Так. Так, все-все сбросилось, кстати, это плохо. Черт. Ну, ладно, у нас пока есть 19,5 тысяч. И есть шанс, что все-таки мы наберем заветные 25. Так, аккуратно, аккуратно. Ну, ребят, посмотрите, вот я почему так здесь действовал аккуратно? Потому что я уже запарился. Я понимаю, что это... Можно это испытание пройти легко, не париться, запомнив там, где противник находится, быстро их убив там как-то. Ну, у меня что-то как-то быстро не клеится. Ну, и сами знаете, стелс это, наверное, не мое. Мне только надо сильно запотеть, чтобы хорошо все прошло. Я не люблю эту тему, напрягаться так сильно и вообще не хочется. Но вот пришлось. Пришлось, потому что, во-первых, почему стоит понапрягаться в испытаниях? Потому что очень крутые нашивки даются. Даются крутые нашивки. Из-за золота тоже там они лучше становятся. Дают какие-то больше бонусов. Вот. Которые можно будет использовать в основной игре на прохождение. Например, решите вы там пройти заново игруху там на сложности выживания 2. А эти все нашивки у вас будут работать. Изначально вы уже будете в самой игре немножко там покрепче, чем обычно. Не будете так страдать. Это очень полезная вещь. И очень крутая там. А если собрать все нашивки на золото, и там вообще будет просто терминатор какой-то ходить. Ну вот, смотрите. Убиваем, кстати, этого чувака, который там был. Это был огнеметчик. Он убивается так же, как первый бронированный парень. Бросаете ему гранату, бросаете ему коктейль молоту. Все, они умирают. Хороший такой набор из двух. Коктейльчик такой, да? Спокойных убивает. Вот моя мина. Помните мину, которую я ставил в начале игры? Чувак попался прямо на нее. 23843, а у меня только серебро, понимаете? Я взял только три серебра. А за счет чего у меня столько очков? Ну, вспомните, сколько я собирал предметов, и какая иксовочка шла, пока сессия не сбросилась. Это было очень круто. Да, это было круто. Ну вот, смотрите. Мы набрали уже почти все. По идее, по идее, нам сейчас просто добить. Вот основные две задачи. Это на бесшумность и на уничтожение гранатами. Ну, а пока я всех болтами оставшимися, короче, заражаю, они начинают друг дружку здесь стрелять, перестреливаться. Моя задача просто наблюдать. Не высовывайтесь. Вот я вам говорю, если у вас не клеится с этими испытаниями, вот с этим испытанием именно по стелсу и так далее, как у меня, и вы уже замучились, у вас никак не выполняется, действуйте аккуратно, не спешите. Время, забейте на время, как мне уже опять же говорили ребята в комментариях, забей на время и просто выполняй три оставшиеся задачи и собирай как можно больше предметов. Реально, собрав кучу предметов и вот аккуратно сыграв, я просто, смотрите, набрал нужное количество очков, не взяв почти ни одного золота, понимаете. Я набрал только три серебра пока. Ну, это вообще супер круто. Получается, это испытание, ну, оно легкое, если правильно подойти к нему с умом. И чисто на обшаривании трупов и на собирании предметов вы его пройдете. Не, ну, конечно, придется немножко и пострелять, и поубивать. Но, конечно, очень много очков вам вот это вот принесет, сбор предметов и обшаривание трупов. Так что дерзайте, не пропускайте. Все собирайте, и у вас все будет круто. Даю шот пепельным болтом, и у нас умирает, короче, чувак от пепельного болта, и у нас 13 убитых с помощью пепельных болтов. О, да, я сделал это. О, я что-то, кстати, думал, что у меня не получится. Ха-ха, оказывается, я ввел вас в заблуждение. Просто забыл. Так, это все от нервов, от нервов и так далее. Ну, вот, смотрите, видите, я вам хотя бы рассказал, где найти еще три пепельных болта и как их создать. И тогда вы вот эту задачу выполните спокойно. У нас 27 тысяч. 27 тысяч. Осталось вроде как убить парочку еще чуваков. Троечку, да? Ну, вот тут вот, вот тут вот я вам скажу, я расслабился. Я уже набрал такой. О, думаю, ну что мне париться-то? Я набрал уже 27 тысяч, я взял золото. Тут можно, может быть, их даже не убивать. Он такой, думаю, ну ладно уже, убью, попробую. Кидаю там наверх этому чуваку фугасик, он умирает. Вот, думаю, черт, там чувак меня сейчас заметит. И в этот момент замечаю, что у меня убито 10 из 13 гранатами. Я думаю, ну, черт, вот это вот паршиво. Ну и, короче, у нас осталось то, что нужно убить еще одного противника просто. Да какого хрена ты не умираешь? Короче, я тут уже просто расслабился, не понимал, что происходит. Такой не верю, что взял золото. Такой вау, вау, вау. Думаю, да как тебя убить-то? Черт, паника какая-то, суета. Зачем ты схватил арбалет, не понимаю? Ну, у меня, как бы, всегда бывает такое. Дал ему по заднице арбалетным болтом, думаю, что я творю? А зачем я бепель на это ставлю? Короче, вы видите, туплю, туплю, обрадовался, короче. Думаю, а, ладно, убью прям так, короче, не буду переживать. Ну и, короче, в итоге, смотрите, испытание пройдено на золото. И я выполнил мини-задачи, два серебра взял, одно золото. А на время вообще ничего не выполнил. Вот так вот, в принципе, можно пройти это испытание, не особо-то и напрягаясь. За него я, кстати, получил нашивку «Приговор». Сейчас мы, ребят, с вами посмотрим, что она означает. Какие бонусы она нам дает. Давайте мы сейчас выверем опять наше любимое испытание «Штурм». И там уже посмотрим нашивочку и ее конкретные свойства. Так, нашивка «Приговор» проникающая способность пули увеличена плюс 3 дает. Ну, это, кстати, очень здорово. Увеличивает нашу проникающую способность пули очень круто. Ну, на этом у меня все, ребят. Я надеюсь, вам видос понравился. С вами был Санек. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите ваши комментарии. Проходили ли вы так испытания или у вас есть какая-то более крутая, суровая тактика. Ну, а моя так, извините, для новичков. Ну, уж как смог, так и сделал. Для меня и это в радость. Ладно, ребят, всем пока, до новых видосов. Счастливо!